Маршрут путешественников отслеживает моя коллега из Миролива. Она выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. В настоящее время мы находимся в Лачине и отслеживаем визит к большой группе путешественников из Норвегии. В целом, это путешественники, которые посетили свыше 150 стран мира. Некоторые из них находятся в Азербайджане впервые, впервые на освобожденных территориях. И своими впечатлениями они поделились в интервью с журналистом. Давайте послушаем. Я узнал многое о разрушениях и в целом о последствиях оккупации, с которыми столкнулся Азербайджан. Я слышал об этом, но не думал, что разрушения такие масштабные. Я очень потрясен увиденным. Однако радует и впечатляет работа, проделанная Азербайджаном здесь. Это заслуживает уважения. Хочу пожелать вам успехов в этой работе. Это мой второй визит в Азербайджан. Приятно видеть дружелюбных людей, красивую природу. Первый мой визит здесь почти все было разрушено. Накануне нас проинформировали о том, как Азербайджан восстанавливает освобожденные земли. За это время результаты работ действительно впечатляют. Что же касается туристического потенциала, хочу сказать, что он действительно велик. Эти красивые пейзажи привлекут внимание туристов. Это далеко не первый визит большой группы международных путешественников на освобождение от оккупации территории Азербайджана. Ранее сюда совершали поездки такие крупные клубы путешественников, как Номатмания, клуб Ста, также клуб турецких путешественников и многие другие. В целом подобные визиты начались вскоре после того, как Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Ранее данные путешественники, которые входят в клуб норвежских путешественников, смогли посетить Агдам, Физули, город Шуша. Сейчас они посещают Лачин, а уже завтра они отправятся в город Джабраил. На этом пока все. Студия. Спасибо, Эсмир. Эсмиралиба была на прямой связи со студией.